прошу прощения что сегодня в походной обстановке я надеюсь меня нормально слышно или перейти только на звук или что-нибудь и добрый день хотел уточнить нормально ли слышно да значит мне сегодня досталась такая совершенно неблагодарная тема потому что ничего хорошего как бы по ней сообщить видимо невозможно ничего плохого не хочется но придется значит у нас есть общее представление об интеллектуальной собственно об авторском праве у нас авторское право стране в принципе ничем не отличается от авторского права в других странах мира может быть некоторые терминологические обороты особенности закрепления прав но в целом так выключи если надо я выключу видео подскажите пожалуйста если плохо слышно но в целом авторское право что у нас что в других странах примерно одинаково устоявшиеся общий принцип понятен что есть автор есть его правоприемники наследники работодатели надо с ними заключить договор и тогда можно использовать дальше есть общее ограничение виде срока что только 70 лет после смерти автора с возможностью продления сокращения этих сроков для отдельных случаев и есть что может быть даже более важные для сферы культуры для сферы образования достаточно важные исключения из авторского права изъятия в том числе например возможность цитирования причем в последнем пояснении постановление пленума а 23 апреля 2019 года верховный суд пояснил что цитироваться может вообще любое произведение даже фотография что несколько странно но вот тем не менее такая позиция верховного суда получила закрепление в разъяснении пленума почему я это все говорю что дело в том что неожиданно как всегда появилось такое специфическое изобретение как в музейном праве с его специфическим остолкованием то есть давным-давно еще во времена когда принимали законы о музейном фонде основа законодательства о культуре заложили некое право музеев чтобы обосновать это бюджетное учреждение что они имеют право брать денежки за воспроизведение неких хранящихся в них объектов это право никак не было подробно регламентировано и долгое время напоминала как как большинство на самом деле положение законодательства дремлющую гадюку которая где-то спит под колодой и никого не трогает и соответственно его не удаляют не трогают но почему я так негативно отзываюсь дело в том что в какой-то момент вернее периодически эти про это право музеев на получение вознаграждения она сформулирована именно как право в статье 36 закона о музейном фонде и музеях она сформулирована как право музея получить вознаграждение при воспроизведении дальше идет там сложный перечень объектов и это право что самое ужасное оно подробно не расписано то есть непонятно когда его можно было применять а главное отсутствует ограничение его применение с другой стороны отсутствует основание для его применения поэтому на протяжении многих лет это право ну никак не применялось на теоретическом уровне там кремлевские музеи поднимали вопрос о том что надо бы это право реабилитировать при посредничестве министерства культуры я знаю там третяковской галереи с кондитерскими фабриками заключал соглашение что какие-то выплаты будут заиспользованы коробочках то есть ушло достаточно джентльменский путем договоренности были несколько несколько достаточно такие распространенные попытки когда авторы когда музеи и другие учреждения где хранились какие-то коллекции пытались истребовать вознаграждение с пользователей в основном жертвами становились издатели потому что у издателей все видно все понятно видно где использована как использована можно показать особенно те кто честно показывали тираж и соответственно к ним приставали с требованием выплатить вознаграждение обычно это заканчивалось просто перепиской если даже это где-то и доходило до разбирательства выяснялся такой вопрос что нет строго нет как бы нормативного регулирования как должно исчисляться это вознаграждение то есть формально обычно если законом предусмотрено что за что-то надо платить то силу опять же те тех законодательных особенностей требуется чтобы было основание для того чтобы рассчитать как это должно платиться тем за что когда при каких условиях а главное сколько так вот в музейном праве оказалось что право на вознаграждение есть рекламентации нет правительство от этого уклонилась потому что говорит нет у нас таких полномочий устанавливать размер вознаграждения и каждый музей устанавливал кто во что гораст принципе все российские музеи насколько я знаю почти все может быть где то есть исключение исправила но почти все российские музеи сначала набросились на посетителей и стали требовать выплаты за фотографирование то есть собственно сама статья возможно вот так и должна была узко толковаться что под контроль попадает непосредственно только тот момент когда фотографию непосредственно делать стенах музея то есть когда музей предоставляет возможность было еще другое толкование данные статьи 36 например о праве на вознаграждение некоторые столковали ее как право получить какую-то компенсацию связанную с тем что музею доставляются особенно при профессиональной съемке дополнительные трудности что надо снимать контролировать освещение допускать вкус вводить выводить давать там не знаю на ноги какие-то валенки беруши какие-то дополнительные нести затраты у гардеробщиц в общем чего только не придумывали но в итоге столкнувшись столкнулись музеи с тем что реализовать это право они тоже не могут и вот долгие годы как бы шла такая позиционная борьба на найских мальчиков кто кого перетолкает кто кого перепишет но в двенадцатом году один из ведущих российских музеев на самом деле прецеденты были и до этого но именно в двенадцатом году пермитаж подал в суд на дизайнера идет вот первое собственно постановление суда по интеллектуальным правам которые я привожу посвящена как раз этому этой ситуации ситуация была немножко немножко сильно абсурдное потому что с дизайнер йодз сделала казалось бы такое ничем не запрещенное действие она взяла посмотрела на картину гейнсбера портрет дамы в голубом герцаке не дебафор гейнсбер умер еще в конце восемнадцатого века английский художник никто не ожидал от него такого коварства потому что если бы он не умер он бы мог разрешить использование но поскольку он умер и права перешли вообще с достояния то ни у кого не надо было получать согласие с точки зрения авторского права в результате получилось что считая что это произведение охраняется дизайнер преобразовала там портрет головку этой дамы в графический рисунок с насколько я помню там высокая прическа и этот принт использовала как свое как результат своего творчества не скрывая где она взяла не скрывая что это вот такая ее дизайнерская разработка что в принципе достаточно распространено и казалось бы всегда приветствовалась как использование к культурного наследия эрмитаж в отличие от других ранее пытавшихся ранее музеев которые ранее пытались применять какие-то меры эрмитаж использовал ну более скажем так чтобы не обидеть даже не хитрый а мудрый подход иск был подан не в связи с тем что чтобы требовалась выплата какого-то вознаграждения потому что было понятно что трудно будет обосновать размер этого вознаграждения иск был подан как прецедентный с требованием запретить использование дальше было это мы видим только уже верхушку айсберга только последнее постановление которое еще обжалось верховный суд но не приняли там был пропущен насколько я помню срок не восстановили не приняли в общем в итоге верховный суд по этому делу это второе вторая вкладочка отказался рассматривать счет что все нормально само дело рассматривалось несколько раз то есть суды отказывали и принимали и сам верховный и сам суд по интеллектуальным правам отменял предыдущие решения но в итоге пришел к выводу очень интересному и странному и такую практику которая с тех пор поддерживается на уровне суда по интеллектуальным правам и вроде бы как уже перекочевал ее верховный суд дело в том что суд по интеллектуальным правам сказал что как когда-то старенький генерал объяснял екатерине второй императрице чем мартира отличается от гаубицы он сказал матушка государыня мартира это суть статья гаубицы это суть статья вот верховный суд по интеллектуальным правам сказал что авторские права это само по себе а права музеев на получение вознаграждений и соответственно обеспечивающие их право запрета это само по себе и поэтому соблюдаться должны и то и то и раз произведение перешло вообще с достояния то авторские права уже получать не требуется а вот музейные права надо обязательно соблюдать причем суд тем самым расширил вышел за пределы как вот той буква этого буквально толкование которое раньше представлял всем возможным как предельное что запрещено воспроизводить именно музейные предметы но суд пошел дальше и запретил даже использовать музейные предметы объекты для изображения для каких-то новых произведений для переработки дело в том что до в авторском праве запрещено но это не без согласия права обладательных данном случае речь идет не об авторском праве причем на практике идет большая путаница связанная с авторскими правами с этим музейным вознаграждением иногда говорят например что как же так а вот зарубежные музеи там какой-нибудь метрополитен в сша собирает вознаграждение требует выплат уфицы галереи чего-то там требуется копии ну вот давайте разбираться в галереи уфицы хранятся неохраняемое произведение они долгие годы предлагали и сейчас насколько я знаю предлагают к продаже файлы оцифровки очень высококачественные с высоким разрешением именно для полиграфической печати что можно было хоть пять на пять метров печатать это действительно стоит денег это стоит денег не в зависимости от того как вы собираетесь использовать а просто за сам файл насколько я помню зависит именно от качества от еще чего то есть они свои услуги продают по и созданию цифровых копий и по их предоставлению остальное у них выложено бесплатно и насколько я помню последнее время было инициативы европейских музеев и американских как можно больше предоставить наоборот бесплатные в хорошем качестве нос просят указывать ссылку на музей просто там дополнительные какие-то требования уже джентльменские на самом деле в сша если мы берем или даже в европе если мы берем музеи современного искусства или тот же метрополитен то эти музеи часто являются правообладателями то есть они не просто картину покупают они часто покупают именно права на картину чтобы не быть связанными авторскими правами при ее последующем использовании чтобы выпускать сувенирную продукцию они только каталоги дело в том что в авторском праве есть исключение что сильно отличает его от музейных от музейного права в части этого вознаграждения странного в авторском праве есть исключение например что обладатель предмета обладатель произведения живописи вправе его выставлять для публичного показа на выставках вправе в галереях его везде демонстрировать он опять он вправе даже собирать за это денежки не делиться и он вправе также размещать эти изображения при своих изображения произведения оригинала которые ему ему принадлежат в каталогах выставок в обзорах своих коллекций то есть есть широкий спектр исключений есть огромные исключения связаны с цитированием их с цитированием и возможности используем для иллюстрации правы иллюстрации в основном подразумевается в учебных целях но во всяком случае эти исключения позволяют достаточно широко освещать например культурное наследие показывать я вот дальше дойду уже до следующих дел которые стали более абсурдными чем просто ситуация с дизайнером потому что дизайнер достаточно легко сдалась и как бы спорить из-за одного принта который не имеет такого-то какого-то особого коммерческого значения видимо было не очень интересно поэтому практика установилась на какое-то время произошло замирение на какое-то время произошло затишье и вот собственно дальше проблема состояла в том что как в мертвых душах ноздрев говорил все что до леса моего и лес мой да и то что за лесом тоже моего и вот музеи потихонечку пошли дальше например если смотреть дело в том что вот первые иски которые я привел и которые были они были не имущественные и они собственно почему еще суды охотно шли навстречу вроде коммерческое использование с одной стороны с другой стороны бедный музей интересы российской федерации а дальше вроде как просит просто запретить поэтому становилась практика связанные с запретами но вот дальше в в пятнадцатом году эрмитаж уже продолжал свою активную деятельность и вот особенно одно из таких прецедентных дел это дело шестнадцатого года когда уже павловский музей-заповедник подал из который на первый взгляд казался абсурдным он запретил газете комсомольская правда начать наверное надо с предыстории комсомольская правда сотрудничеством с на учебным и научным издательством собственность директ меди выпускала и все закончилось хорошо можно не волноваться потому что все помирились все остались довольны но вот сам сама система была как бы протестирована и пробить ее в части изменения практики не удалось значит комсомольская правда сотрудничество директ медиа выпустила выпускала собственно это больше уже как такой культурно общественный благотворительный проект выпускала издания связаны там с культурой с архитекторами и одно из изданий было посвящено архитектору камерону как кому больше нравится который сделал и лестницу в царском селе и павловский дворец и грот и какие-то руины и вот павловский музей-заповедник он не решился предъявлять например претензии связанные с изображением архитектурного дворца поскольку под это вроде как есть исключение правда в авторском праве но насчитал девять или по-моему изображение там руины грот какие-то абстрактные колонны мостик и еще что-то все создано в 18 веке реставрировано было сфотографировано законно согласен разрешение музея то есть нет нигде сведений чтобы этот чтобы фотографы действовали из-под тяжка пришли и что-то там вредили дальше эти фотографии были законно приобретены там в том числе фотобанки размещены в книге составляли незначительную часть книги но тем не менее музей стал требовать запрета использования вдохновившись все-таки армитаж от них рядом видимо дошла какие-то дошли такие флюиды музей стал требовать запрета использования запрета распространения книжки которая правда уже вся была распространена фактически материальные претензии не возникали потому что собственно в тот момент еще никто не предполагал что музейное право разовьется дальше в итоге суд и отказывал и потом отменялось и опять суд по интеллектуальным правам подтвердил практику что авторское право отдельно музейное отдельно поэтому было отменено решение на пользу комсомольской правды в конце концов обе стороны так устали и так подружились что наоборот павловский музей заповедник с радостью взял экземпляры этих книг для реализации показа и закончилось все мировым соглашением это конечно оптимальный вариант судебного процесса если все помириться пожениться и будут жить мирно как завещал кот леопольд но не всегда так сожалению происходит тем не менее практика была подтверждена причем было бы интересно посмотреть если бы например кремлевский музей никого не хочу подбивать подал за шапку на мономаха на в суд на какое-нибудь издательство крупное которое выпускает школьные учебники потому что тогда бы немножко изменилась бы картина тогда бы получилось что государство которое субсидирует учебники должно платить из одного кармана в другой музею за то что там показывается например шапка мономаха причем не видя фотографии виде рисунка ну абсурдно это немножко для нас звучит но тем не менее вот одна из проблем как раз российского законодательства и правоприменения что она с одной стороны предельно схоластично то есть смотрят до буковки а в какой-то момент вдруг суд решает что-то настолько революционное и следующее напрямую то есть стандартная ситуация когда условно в законе не прописано не определено вообще-то суд большинстве случаев должен сказать я тогда не знаю как это решить потому что закон не устанавливает да он устанавливает право одного не устанавливать право другого то есть когда например кто-то из людей будет подавать в суд связанный там например что его ему не выплатили не вернули отложенные средства там на пенсию виде шести процентов тому тех кто помоложе ему увеличили срок хотя вроде как был общественный договор что с пяти из пяти шести лет на пенсию суд скажет ну вы знаете как бы законодательство изменилось никто ничему не обязан вот когда речь идет об авторском праве и о частных правах и о каких-то коммерческих организациях или даже не коммерческих суд иногда позволяет себе такой выход за пределы непосредственно предусмотренного законом вот в частности в данных судах что интересно законодательство нигде не предписывает что можно что музей в праве требовать прекращение использования потому что прекращение использования в праве требовать правообладателей исключительного права но тем не менее суд по интеллектуальным правам в том числе и как практика получив распространения что суд идет дальше он говорит да в законе написано право на вознаграждение что само по себе не подразумевает у музеев право запрещать использование но вот есть гражданский кодекс и в гражданском кодексе есть возможность защищать гражданские права путем например запрета совершения действий вот по совокупности этих двух обстоятельств можно сделать вывод о том что запрещено то есть в частности из доводов которые приводились в подобных судах это то что один из доводов это то что издавалась правомерно созданная авторами например произведение литературное с иллюстрациями этот тезис отвергается судами судом по интеллектуальным правам потому что вывод такой что авторские права отдельно права музеев отдельно было бы очень интересно если музеи предъявили претензии например в отношении картин которые еще охраняются авторским правом и когда права на которые получены использование которых получено у авторов я думаю что в этом случае решение было бы несколько иным потому что невозможно это бы означало запрет автору использовать картину потому что она находится в музее ну поживем увидим может когда-то это и случится как раз одна из проблем что абсурдные решения не доходят до своего предела потому что любая любой абсурд должен дойти до конца оттолкнуться от этого вернуться к норме когда он качается туда-сюда в отдельных каких-то случаях то ситуация может зависать на очень долгие годы то есть в результате сейчас например напуганы все культурные проекты коммерческие спокойно учтут это отплачутся отплатятся отпишутся как-то отобьются или не будут просто использовать те объекты которые находятся в музеях собственно один из способов как раз безопасности что создавайте все сами заново а второй вариант берите у иностранцев то есть фактически то чего добились музеи это то что сейчас выгодно брать только то что хранится в иностранных музеях потому что редко когда иностранный музей будет предъявлять претензии чаще всего они будут связаны с использованием с неуказанием и это будет мягкая просьба это будет переписка которая останется на стадии переписки и вежливых поклонов друг другу значит еще один тезис который пытались доказывать стороны представляющие пользователей это то что произведение перешло в общественное достояние и может использоваться любым лицом как записано в гражданском кодексе а раньше в законе об авторском праве любым лицом без получения чьего-либо разрешения с соблюдением только личных неимущественных прав авторов но этот тезис судами тоже был ответ по той же причине что это авторское право собственностья а в музейном праве такого исключения ограничения нету поэтому изводите платить независимо от того сколько лет прошло после смерти соответственно если нашли египетский саркофаг надо платить за египетский саркофаг если даже объект не охраняется авторским правом но представляет собой музейная какую-то реликвию то есть если доходить опять-таки до предела фотография какой-то аммонита из палеонтологического музея тоже не может быть использована без согласия палеонтологического музея не хочу его подбивать на борьбу за аммониты дальше ни один из законодательных актов действительно не устанавливает возможности для музея требовать изъятия уничтожения экземпляров но вот тем не менее суды пошли по пути такой расширенной защиты что надо не только выполнить какое-то вознаграждение еще ведь проблема с вознаграждением была связана с тем что нет ни ставок ни порядка на уровне хоть каких-то нормативно рекомендованных хотя бы министерской культуры или правительством поскольку у них нет таких полномочий они и не вмешиваются а каждый музей делает по своим каким-то вещам есть конечно святые люди святые музеи где четко написано за что и сколько хотят в большинстве речь идет о том что вот за простые вещи мы установим а насчет от всего остального написано ссылочка по договоренности заходите договоримся дальше по принципу великих трех п пол палец потолок устанавливается примерная цена ну и соответственно это надо вести переговоры это надо вы знаете какие сейчас доходы условно там вот издание каких-нибудь общественно полезных или культурных или иных проектов и соответственно все эти вопросы переговоров договоренности удорожают издание делают его не только не рентабельно совсем уже убыточным поэтому просто издательством тем же приходится отказываться от использования я знаю что один из извините что я как перегибал палку в пользу правообладателей и в пользу пользователей я знаю что один из доводов таких широко звучащих состоит в том что вот у музеев это дополнительный источник доходов вы понимаете когда музеи подсажены на эту иглу что они за все могут требовать денежек то не факт что это вообще-то способствует росту их доходов есть например в барселоне прекрасный музей на горе манджуик насколько я помню музей жуана миро или хуана миро кому как нравится каталонского художника и вот он спокойно делает 25 миллионов евро оборот за счет того что все картины фактически представлены в виде магнитиков все картины представлены в виде значков куча продукции дополнительные которые здесь продается и где-то лицензируется при том что это охраняемые права и как-то они умудряются получать я понимаю что в наших условиях от музеев чего-то требовать это грех что финансируем их предельно с другой стороны понимаете давая вот такую дополнительный доход якобы собирать за фотографии собирать еще за что-то это понятно что в текущей реальности это поддерживает это позволяет содержать охранников на нищенской зарплате посты это позволяет немножко доплачивать уборщицам гардеробщица но по сути это тупиковая ветвь развития потому что вместо хоть какого-то продвижения музейных услуг вместо какого-то развития все идет к тому я же помню какие очереди например зимой на холоде в эрмитаже чтобы достояться хотя внутри полно помещений я понимаю что все сложно что сдать музейное помещение например под точку общепита это целая эпопея с росимуществом с минкультурой но тем не менее за год это пробить можно можно а вот скажите вы часто встречаете музеи например в которых даже из крупных в которых есть сетевые точки питания ну те же шоколадницы или еще кто-то кто способен давать хорошую выручку кто при этом но будет платить легально будет арендовать легально и это все как бы не то что это текущее руководство это может быть когда-то сложилось но во всяком случае здесь взаимное явление что ничего не развивается то есть как только вы делаете условно платные стоянки в городе допускаете этот выход не именно чтобы не въезжать в центр или еще что-то у вас оказывается центром там тот же район беляева хотя вряд ли в каком-то европейском городе можно найти центр настолько удаленный от центра географически или экономически или по каким-то другим характеристикам то есть в данном случае музеи уже включили в свой бюджет сборы от фотографий и теперь пытаются включить в бюджет освоить какие-то деньги вот использовали но в итоге получается что ограничивая использование они только устраняют на самом деле вот выпуска какой-нибудь коммерческой продукции заинтересованных лиц то есть представьте если вы должны сначала договориться с музеем и только потом можете выпустить магнитики значки и все прочее не знаю какой будет спрос то соответственно интереса особого видимо у коммерсантов не будет потому что это все возня другая ситуация которая встречается например насколько я знаю в тех же берлинских музеях когда наоборот коммерсанты выпускают широкий спектр продукции а музеи у них заказывают для реализации то есть в новом музее например где голова нефертити там 5 или 6 видов этих на шлепок магнитов на холодильник не говоря уже там о закладках и еще о чем-то с этой головой нефертити и все они выпущены разными лицами и все они и собственно взяты на комиссию сами музею которых продает потому что это удобная точка продажи но они же точно также продаются и в аэропорту и в других местах просто потому что как бы это более широкий спектр независимо там от подчиненности экономический вопрос трогать не будем остановимся на юридических как я говорил одна из таких глобальных проблем связано с тем что нет исключений то есть фактически как только вы попадаете в область музейного права нет никаких исключений которые вы могли бы применить есть только вопросы толкования вот раньше можно было толковать ну например законе о культуре статье 53 речь идет о том что плата за использование изображений устанавливается на основании договора при использовании без разрешения применяются норма законодательства российской федерации то есть в итоге эти нормы не применялись это основа законодательства о культуре а если договор нету соответственно и платить ничего не надо статье 36 о музейном фонде там речь идет сначала о праве за первую публикацию первичную публикацию музейных предметов и музейных коллекций что это право принадлежит музею дальше о передаче прав на использование в коммерческих целях музейных воспроизведений музейных коллекций музейных предметов и музейных коллекций о производстве изобразительной печатной сувенирной другой тиражированной продукции и товаров народного потребления с использованием изображений и что это производство должно осуществляться с разрешение дирекции музеев вот ни в одном из этих абзацев собственно речь не идет о гражданском праве то есть нигде не написано что это у музея право на получение там дохода что это право реализовать какие-то права нигде это не поименованы исключительным правом не просто правом условно собственности или какими-то еще правами поэтому это право условно висела всегда в стороне но в какой-то момент его притянули гражданскому праву сказали что раз вот музей то это гражданское право значит можно требовать на основании общих положений соблюдение гражданского права но при этом без соблюдения например исключений аналогичных авторскому праву потому что ведь проблема не в том что для коммерческих целей взяли музейный предмет а проблема в том что любой нелегальный сайт спокойно разместить любой музейный предмет и музею собственно связываться с ним будет нерентабельно потому что запретить в каком-то там порядке эффективно через роскомнадзор музей не сможет нет таких полномочий а подавать в суд это долго дорого как бы больно и обидно поэтому получается что нарушители могут использовать спокойно а вот издательство например или проекты которые хотят сделать что-то хорошее востребованное они сразу сталкиваются с требованием прекратить вообще использование и с невозможностью в ряде случаев договориться о основании установленных расценок о том сколько же они должны заплатить потому что по большому счету если речь идет о вознаграждении то оно должно быть установлено оно должно быть видимо одобрено собственником потому что с какой стати музей находящийся в ведении чаще всего на бюджете или российской федерации или субъекта в редких случаях муниципалитета музей сам устанавливает цены расценки и не согласовывая их выдвигает какие-то требования об оплате но тем не менее даже если сам если они разумны если они выставлены если речь идет именно об этих выплатах это было бы понятно но проблема как раз том что нет определенности что за что когда и сколько платить и вот практика девятнадцатого года пошла уже совсем можно сказать в разнос это дело по иску российского национального музея музыки вот уж от кого никто ничего не ожидал потому что где музыка и где такие широко используем музейные предметы но тем не менее обратился музей к с иском с требованием связанным с выпуском книги сергей рахманина в биография издательство петербургская на этот раз такая перекрестная ссылка получилась петербург напал на москву теперь москва на петербург в 2015 году выпустила толстую 384 страницы это все таки много 242 иллюстрации цветную с клейками цветными жизнеописания сыгла рахманинова и внутри этой книги было использовано сколько я помню сейчас не вижу около 50 по моему предметов которые находятся в российском на российском национальном музее музыки я не знаю как они туда попали возможно что были подарены самой семьей рахманина возможно были конфискованы при после революции может быть еще что-то случилось может унаследованы но итог такой что поскольку там было около 50 объектов показано вроде бы связанных непосредственно жизнеописанием содержанием то есть точно можно рассматривать это как какие-то иллюстрации или может быть даже не знаю насчет цитат но во всяком случае расчет был произведен очень странно посчитали что должны взыскать 125 по моему тысяч суд первой инстанции взыскал немножко потом суд арбитражной апелляционной инстанции пересмотрел 48 тысяч после чего еще была касаться апелляция нет уже касаться пересмотрела апелляцию и взыскала обратно 122 тысячи в итоге дело дошло до верховного суда и вот получается тем самым что люди добились своего дошли до предела до верховного суда и верховный суд посчитал что с учетом конкретных обстоятельств все нормально поэтому верховный суд оставил без без изменения сказал что переоценка не входит его в его задачи и и тем самым установил дальше продлил это право музейная установив теперь еще и выплаты вот насколько эти выплаты как бы разумно сопоставимы это надо смотреть тираж произведения какой был доход самое нелепое что эти выплаты не связаны реальные с доходом из тиражом произведения то есть если в авторском праве речь идет даже у каких-то даже когда речь идет на компенсации компенсация определяется как некий процент некая должна быть обоснована она не обязан правообладатель доказывать но размер компенсации который он требует но суд обязан обосновать это такой странный подход что правообладатель ничего не обязана суд обязан обосновать если компенсация применяется в размере там от 10 тысяч до 5 миллионов по усмотрению суда вот в отношении музейного права нет обязанности даже обосновывать потому что есть просто количество в штуках эти штуки каким-то образом преобразуются в цены поэтому может быть ситуация тогда музей например беззащитные наоборот когда используется какой-то один объект но среди множество других и есть ситуации когда музей наоборот могут нападать когда объектов использовано много ну например как вот в данном примере когда в музее музыки видимо сосредоточили объекты относящиеся к сергею рахманину к его там творчеству жизни и всему остальному поэтому получается что сейчас ситуация патовая на самом деле ждем развития событий но проявляем осторожность из осторожности можно посоветовать ну во первых лучше создавать все новое есть даже такая теория она может быть неправильная но интересная что раз в 30 лет все предыдущее наследие желательно куда-то откладывать некоторые говорят уничтожать именно для того чтобы дать дорогу новому может быть она корявенькая может быть она еще что-то но каждый художник начиная с нуля имеет шанс создать свой шедевр поэтому лучше стимулировать что-то новое что по крайней мере музеи не могли заявлять что это вот старое правда музейное право она охватывает очень широко например стандартный подход в авторском праве что если есть карте если есть фотография и на основании этой фотографии сделала картина но художник использовал не сами черты этой фотографии а идею заложено в этой фотографии то американский суд был про двух петухов когда насколько помню мексиканский фотограф или американский сфотографировал бой двух петухов а художник вдохновился этим боем и нарисовал картину боя двух петухов потом эту картина использовали широко Потом фотограф пытался отстоять свои права, но суд постановил, что сама идея, что дерутся два петуха, не может охраняться авторским правом. А авторским правом охраняется именно как решено, как расположено это изображение. Поэтому с музейным правом немножко иначе. Получается, что если взяли голову графини Гейнсбора и нарисовали, даже от руки, но нарисовали что-то, что отдаленно взгляд и нечто напоминает музейный предмет, то, в принципе, это повод для музея потребовать запрета использования. Таким образом, первый вариант – это создавать новое, свое. Второй вариант, а может быть он должен быть первым, конечно, и по-человечески, и по всему, попытаться договориться. Ну, понятно, что не всегда это возможно, не всегда об этом думают, но, в принципе, есть же пути, что вы выходите на связь либо на сам музей, либо сначала на Министерство культуры, чтобы вас направили. Если условно это, конечно, все долго и печально, но можно подать, написать депутату, можно написать кому угодно, не буду подбивать, куда выше писать, попросить, походатайствовать, обратиться в рамках культурного сотрудничества, поторговаться. Как у Жванецкого, у людей большое горе, они хотят поторговаться. Понятно, что это не очень перспективно, если проект небольшой, а объекты из разных музеев, или даже неизвестно, вообще, находятся ли они в каком-нибудь музее. Надо все-таки устанавливать источник и пользоваться объектами из какого-то источника, чтобы хотя бы представлять, что это. Третий вариант, к чему не хочу подбивать, но формально все толкает именно к этому, использовать произведения, перешедшие в общественное достояние, которые находятся в зарубежных музеях. Потому что прецеденты, конечно, могут быть, и вопрос, как использовать, но, например, использование в качестве иллюстрации в книге не вызывало еще, насколько я знаю, требований со стороны иностранных музеев о каких-то там запретах. Использование, вот если, конечно, будет перетягивание базы данных, созданной, не знаю, каким-то немецким музейным обществом, тогда, конечно, ответственность наступит, но не по музейному праву. Дело в том, что вот иностранцы даже не понимают, о чем идет речь, когда им пытаешься объяснить, что вот у нас есть такое положение о выплатах. В большинстве музеев, я, правда, честно, давно не был в Лувре, не так, как Любовь Орлова в критическом рассказе, где она говорила, вот опять перчатки к платью не подошли, придется опять в Париж лететь. Не до такой степени, но давно не был, но, насколько я помню, там либо в большинстве музеев, либо разрешено фотографировать, и это бесплатно, либо запрещено в силу того, что либо картины охраняются авторским правом, либо там пытаются обеспечить сохранность, то есть ту же голову не фертите, запрещают фотографировать, потому что туристы пытаются сфотографировать именно со вспышкой. Даже не специально, а просто не умея отключать ее на телефоне, потом современные телефоны, они настолько сложные, что думают за хозяина и стараются сделать как можно лучше. Значит, поэтому они даже не понимают, если беседовал с швейцарским профессором, который множество написал статьи как раз по музеям, по их отношениям с авторским правом, но он все абсолютно статьи посвящал только одной теме, как музеям использовать объекты авторских прав, не нарушая авторские права. То есть какие есть расширения, вы знаете, они придумали, например, так называемые Orphan Vox, эти сиротские произведения, то есть если музей хочет для культурных целей разместить, оцифровать, то он может предпринять меры для поиска правообладателя, и если он не найдет правообладателя, то он может в некоммерческих целях использовать это изображение, это произведение. Есть множество других исключений, которые музеи могут использовать, в том числе для целей оцифровки, но ни у кого как бы не возникает, как ни странно, обратная ситуация, поэтому нам даже негде заимствовать опыт борьбы с этими претензиями или наоборот опыт их какого-то воплощения. Поэтому возможно, причем возможно, что наоборот, те правообладатели и пользователи, которые заинтересованы хоть в чем-то, должны бы наоборот предложить дополнить статьи, те же 36-ю законового в музейном фонде и основу законодательства культуры или в другом акте, наоборот, предоставить правительству полномочия, чтобы наконец оно установило ставки, чтобы оно имело право регламентировать, потому что в этом случае музей не сможет своевольничать. Будут известны ставки, будет понятно, сколько платить, и дальше будет идти использование в тех пределах, которые определены этими ставками. Это всех, в принципе, должно устроить, потому что тогда понятно, кто, кому, что и за сколько. Сейчас же ситуация такая, что заставить не можем, определить не можем, но в какой-то момент ваши действия будут признаны нарушениями и, соответственно, вызовут нападки. Значит, что касается вопросов второго варианта. Второй вариант тоже возможен, что рано или поздно кто-то дойдет до, ну сейчас уже есть печенье указ, кто-то дойдет, например, хотя бы до конституционного суда, и конституционный суд скажет, как всегда, бабушка надвое, потому что есть же у нас еще и конституционное положение о гарантиях свободы творчества, об участии в культурной жизни, о доступе к культурным ценностям. И вот вопрос, нарушит это права или нет, насколько это нарушает, нарушает право авторов, например, запрет использования их же собственных произведений, ну после перехода вообще с достояния собственного наследника, ведь есть право бессрочно охраняемое там авторство на имя, неприкосновенности, но нет права потребовать, чтобы разрешили использовать. Насколько это нарушает вообще запрет о свободном доступе к культурным ценностям, это все может быть когда-нибудь решит конституционный суд, но поскольку пока это не имеет коммерческих каких-то огромных перспектив, это затихло и вот в прошлом году, только в прошлом году раскачалось до ситуации, когда оказалось, что надо платить, не просто прекращать использовать, а еще и платить. Одна из проблем как раз музейного права, что одни выглядят какими-то злыми коммерсантами, а другие выглядят как бы хорошими белыми и пушистыми музеями. Могут быть и такие ситуации, но если мы разберемся, что такое издание книги, например, книга про Рахманинова, я больше чем уверен, она не могла привести огромной прибыли только за счет серийности изданий, за счет еще каких-то используемых ноу-хау при продажах, можно ее продать и получить хоть какой-то доход, приобщить, но это не вопрос в том, насколько это является коммерческим или некоммерческим, это настолько странно, потому что у нас в законодательстве коммерческое отделяется от некоммерческого только по формальным признакам. Если это коммерческая организация, то она считается, ее деятельность по умолчанию это коммерческая. Если деятельность направлена на извлечение прибыли, что ее деятельность направлена на извлечение прибыли, значит она коммерческая, именно потому что она направлена на извлечение прибыли. Может быть это был условно неудачно проведенный благотворительный проект. Мало того, благотворительный проект, если он будет проведен, и при этом все равно книга же будет не бесплатна, видимо, реализовываться, это слишком дорого для проектов такого рода. Но только если найдется какой-то огромный богатый спонсор, таким спонсором обычно выступает государство, которое как-то не спешит финансировать подобное книгоиздание. Так вот, эта же книга тоже будет продаваться, и даже если будет спонсор, все равно будет поступление средств. То есть вопрос о том, насколько у издателя был коммерческий или некоммерческий проект, он абсолютно абстрактивный, он не зависит от содержания, что он издавал, насколько это было именно в общественно важных целях. Таким образом, я, как и всем участникам, хочу пожелать, чтобы не попадаться, по возможности договариваться, при необходимости использовать, как в старой культурной традиции, нормальные герои всегда идут в обход, использовать нескандальные права, использовать, договариваться, писать, пытаться найти варианты либо совместных каких-то действий, либо договоренностей с музеями, либо искать альтернативы, потому что на самом деле ведь и в авторском праве то же самое. Вы можете соблюсти все авторские права, вы можете полностью быть уверенными, что все хорошо, но если условно с автором сложные отношения, я не буду говорить про какие-то нюансы, связанные с психическими обстоятельствами, просто бывает, что не сложилось, просто еще что-то, любой разумный издатель в этом случае прекращает сотрудничество, использование и старается найти что-то менее скандальное. То же самое, например, делают с актрисами, актерами, если как-то не сложилось, если есть риски, но только если они уже приносят совсем большую прибыль, тогда, может быть, это можно использовать для какого-нибудь продвижения. Поэтому возможно, что просто надо осторожнее подходить, использовать то, что можно использовать, и стараться решить все вопросы мирным путем, чтобы у всех все было хорошо. Если есть вопросы, я с удовольствием попытался бы на них ответить, но вот пока ситуация неопределенности, я должен предупредить, что с прошлого года стали еще и деньги брать, то есть не просто запрещать, а еще и деньги брать. Поэтому даже если вы размещаете на сайте, думая, что ничего не будет, это не значит, что неожиданно не попытаются с вас взыскать, особенно если это будет многое из одного музея. Никаких ограничений в части, как в авторских правах, для музейного права нет. Я вот прошу прощения, мне надо скоро бежать на заседание Диссовета. Если есть вопросы, я бы с удовольствием ответил. Спасибо за внимание, что-то никто не пишет. Спасибо большое вам за внимание, всем успехов, долгой счастливой жизни и никакого... Ну что ж, большое спасибо Константину Борисовичу за такой интересный вебинар и полезный, за выступление. Большое спасибо всем участникам, кто сегодня принял участие в нашей встрече. Напоминаю, сертификаты уже сформированы и выданы уведомления, должно было прийти на почту. Так что проверяйте, пожалуйста, свой почтовый ящик. И что ж, всем хорошего дня, здоровья, еще раз здоровья. И ждем вас на наших следующих вебинарах. Напоминаю, завтра у нас вебинар по международным стилям библиографических описаний и генераторам создания ссылок. И следующие наши встречи на следующей неделе состоятся не 9, а 10 числа, в соответствии с праздниками. Итак, всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok